Обратная связь Обратная связь В просторах интернета работает несколько сайтов, предлагающих вернуть трейдеру часть уплаченного спреда по совершенным сделкам. Понятие rebate уже давно вошло в обиход нашей онлайн-жизни. Многие интернет-организации, предоставляющие определенного рода услуги, возвращают часть стоимости приобретенных товаров. Выглядит это порой очень даже подозрительно, но на самом деле опасаться здесь нечего. Это всего лишь разновидность привлечения новых клиентов через партнерские сайты. Если посетитель такого партнерского сайта зарегистрируется у брокера через ссылку, предоставленную этим сайтом, то за каждую завершенную сделку с прибылью или даже убытком трейдер получает на свой счет сумму, определенную соглашением участия в rebate-программе. Таким образом, трейдер может получать дополнительно деньги за каждую закрытую торговую сделку. Если в программу rebate включить PAM-счет, то возврат части сделок будет начисляться на счет трейдера. В свою очередь, счета с бездепозитными бонусами в программе rebate не могут быть зарегистрированы. Однако счетов с бонусами за пополнение это исключение не касается. В свою очередь, сам сайт, предоставляющий rebate-услугу, привлекает большое количество посетителей и имеет возможность размещать стороннюю рекламу, за размещение которой получает дополнительную прибыль. А значит, rebate выгоден не только трейдеру, но и самому партнеру, выбравшему этот тип взаимоотношений с брокером. Новички часто задаются вопросом относительно сути и необходимости в использовании отложенных ордеров. Трейдер под ником John007 обратился с просьбой разъяснения типов так называемых отложек. Под отложенным понимается ордер на покупку или продажу валютной пары в будущем по заданной цене. Его используют для открытия торговой позиции, если соблюдаются равенства будущих котировок установленному уровню. Иными словами, это функция, позволяющая устанавливать на графике автоматическое открытие позиций на любом уровне, который выбрал трейдер в тот момент, когда котировка достигнет выбранной отметки. При выставлении отложенных ордеров не обязательно сидеть сутками у монитора и контролировать ситуацию на рынке. Ордер будет действовать до его исполнения или же до отмены самим трейдером. Существует четыре типа ордеров, которые можно разделить на две группы. Первая группа – это лимитные отложенные ордера, предполагающие открытие сделки в обратном направлении в случае достижения цены заданного лимитного значения. Байлимит – это приказ на открытие сделки покупка по установленной цене, находящейся ниже текущего уровня. Используя этот приказ, трейдер рассчитывает на снижение котировки к установленному уровню, при достижении которого цена возобновит рост. Селлимит – приказ на открытие сделки продажа по установленной цене, находящейся выше текущего уровня. При таком ордере трейдер, наоборот, рассчитывает на рост цены к определенному уровню, при достижении которого цена начнет снижаться. Подобный ордер предполагает продажу валюты трейдерам, когда котировка достигнет более высокой цены. Выбирая ордера первой группы, трейдер определяет лучшее значение котировки для открытия сделки. Другими словами, определяет минимальную цену для сделки бай или максимальную для селл. Вторая группа ордеров – это стоповые. Они предполагают открытие сделки в текущем направлении при достижении заданного значения. К такой группе относятся такие ордера, как бай-стоп. Это приказ на покупку по более высокой цене, в отличие от цены в момент размещения ордера. Стоит отметить, что это последний тип отложенного ордера, по которому трейдер собирается купить определенное количество валюты при достижении цены определенного уровня. Очевидно, что выставляя ордер бай-стоп, трейдер надеется на пробой уровня сопротивления и дальнейшего усиления восходящего тренда. Селл-стоп – ордер на продажу по более низкой цене, нежели в момент размещения приказа. Установка подобного ордера используется с целью продажи валюты, которая начинает дешеветь. Его целесообразно использовать в том случае, когда есть какие-либо признаки или предположения, что цена продолжит снижаться и после исполнения ордера. Стоит четко для себя учесть разницу между стоповыми отложенными ордерами и лимитными. В первом случае нет определения оптимальной цены для открытия сделки. Скорее всего, здесь определяется момент, характеризующий возникновение тренда, либо будет продолжен уже имеющийся. Трейдер получает возможность открытия сделки на продажу при пробитии максимума или сделку покупки при пробитии минимума. Познакомившись поближе с отложенными ордерами, любой трейдер убедится в том, что торговля на рынке будет проходить эффективнее. Темы для этого выпуска мы собрали на форумах ИнстаФорекс и МТ-5. Если вы хотите услышать ответ на свой вопрос в эфире следующей программы, добавьте к сообщению хэштег ИнстАТВ. Кроме того, вопросы можно присылать нам на электронную почту insta-tv-instaforex.com. На сегодня это все. О чем пойдет речь в следующем выпуске, решать вам. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»